Время новостей на канале Легион 29. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. И вот главная тема часа. Полтора миллиона потрачено только в Октябрьском округе на устранение последствий летнего урагана. Уборка поваленных деревьев продолжается. Пусть память живет вечно. Проект жителей Устьянского района принимает участие в конкурсе «Добровольцы России. Есть шансы на победу». Клятва верности. Сотрудники регионального УФСИН приняли присягу. Впервые по другим канонам. В Котласе сегодня полностью закрыто движение по Горобатому мосту. Этот важный путепровод связывает две части города. Приречный район и центр. Автомобильное движение по нему было перекрыто еще в 2016 году. Сегодня передвигаться по мосту опасно даже пешеходам. Причина – аварийное состояние основных конструкций. В Архангельске продолжают устранять последствия шторма, прошедшего в конце августа. Сегодня с утра рабочие приступили к уборке тополя возле дома 74 по улице Логинова. Во время шторма он упал на крышу деревяшки. Здание сильно не пострадало. Устранение последствий урагана продолжится. Поломанных и поваленных деревьев в округе еще немало. Это нужен кран, который не предусмотрен даже в администрации. Нет заложенных этих средств. Те денежные средства, которые мы заполнены на свод, уже произведены. 650 тысяч. Сейчас в настоящее время проводятся еще торги. 700 тысяч. На которые тоже будут последствия уборки деревьев по округу. Устранение последствий августовского шторма только в Октябрьском округе обошлось городскому бюджету в полтора миллиона рублей. Окончательно закончить все работы здесь планируют к середине декабря. За это время в округе уберут 150 упавших деревьев. В области прошел региональный день приема граждан. Со своими проблемами можно было обратиться к чиновникам местных администраций, а также к правительству области вплоть до губернатора. А какие вопросы обсуждали жители Поморья с первыми лицами региона, узнала Наталья Пулина. Соседство с медицинским учреждением мешает жить. С такой проблемой к губернатору обратился житель деревни Петари Ханянномского района Алфей Бачинов. 76-летнему мужчине уже много лет приходится делить с местной амбулаторией не только здание, но и даже вход. При этом руководство больницы, по словам Алфея Андреевича, из-за недовольства ситуации отказывает ему в лечении. Мое желание, чтобы их, конечно, согласно Санпинам, создали им условия для работы, во-первых, так как я заботюсь не только о себе, но и о тех, кто работает. На 130 квадратных метрах расположено все медицинское, начиная с аптеки и прием для детей, и скорая помощь. По словам Алфея Андреевича, в деревне есть подходящее здание для переезда медучреждения. Игорь Орлов пообещал взять этот вопрос под личный контроль. Если действительно есть какое-то другое помещение, не откладывая его приспособить и запустить для этих целей, по-моему, это вполне в наших силах. Свой прием провел и первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев. К нему со своей проблемой лично обратилась Юлия Попова, которую волнует судьба недостроенного детского сада в поселке Катунино. Его возведение началось еще в 2013 году. Два года назад она с новорожденной дочкой встала в очередь. Время идет, а строительство так и не движется. Мы специально переехали, чтобы попасть в район хороший, и хотели попасть в такой, чтобы ребенок был в садике хорошем. А приехали и сами не знали, что там происходит. Глава правительства разъяснил, что строительство тормозили недобросовестные подрядчики. Но сейчас работы возобновлены, финансирование есть в полном объеме, а сдача объекта планируется на конец следующего года. Если что-то вас беспокоит, вы, пожалуйста, сообщайте и говорите. Пишите или звоните, потому что мы обязательно сделаем там, если потребуется, и выездное совещание с теми, кто занимается строительством этого садика. День приема граждан стал уже традиционным в регионе. Жители Поморья пользуются возможностью рассказать о своих проблемах напрямую представителям власти. Это помогает решить насущные вопросы намного быстрее. Наталья Пулина и Евгений Зыков, Регион 29. Клятва верности. Сотрудники регионального УФСИН приняли присягу. Торжественную ноту важному действию придал духовой оркестр. Новобранцев поздравляли ветерана уголовно-исполнительной системы. Я очень давно мечтала поступить на службу, одеть погоны. У меня в семье папа служил, дядя служит, мама работает тоже в уголовно-исполнительной системе. Ранее молодые сотрудники принимали присягу органов внутренних дел. Теперь же в УФСИН собственная клятва верности. На сегодняшнем мероприятии мы даем понять сотрудникам, что они несут ответственность не только личную, но и коллективную. Это ответственность перед отделом службы, перед учреждением, перед уголовно-исполнительной системой региона. Участниками церемонии стали 25 юношей и девушек, которые летом и осенью пополнили ряды УФСИН. «Искусство жить» – благотворительный марафон под таким названием стартовал в столице Поморья. Его цель – порадовать в период предстоящих зимних и весенних праздников пожилых и малообеспеченных людей. Помочь может любой желающий – оплатить билет на концерт, передать подарок к Новому году, пообщаться с одинокими стариками или написать письмо. «Мы почему-то стали забывать о том, что нужно уважать старость. И мы хотим призвать всех обратить внимание на наших бабушек и дедушек, для того, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы им было легко, весело, чтобы они чувствовали наше тепло». Подробности акции в группе проектов социальной сети «Марафон» продлится до мая следующего года. Проект инициативных жителей села Стройевска и Устьянского района под названием «Пусть память живет вечно» принимает участие в конкурсе «Добровольцы России». Он уже был представлен на районном этапе Всероссийской акции «Я гражданин России», а также на региональном форуме гражданских инициатив. И теперь новый уровень и новые надежды о сохранении памяти в отдельно взятом селе Владлена Романова. Проект «Пусть память живет вечно» стартовал в Староевском в прошлом году. Ученики местной школы за это время собирали материалы о своих героях-земляках, позже создали карту села. Затем на домах фронтовиков прикрепляли звезды. «Красная звездочка, там живут родственники. Ролотая звездочка, там новые владельцы. Зеленая звездочка, там дом сгорел». Но, как выяснилось, не все местные жители знали, что означает звезда на доме. Поэтому было принято решение сделать памятные таблички, на которых рядом со звездой Георгиевской ленточкой обозначено имя ветерана. «Этот проект, как говорится, это дань уважения, подвигу нашим героям-землякам, которые выстояли, дали нам победу. И что прикрепление этих памятных табличек, я думаю, на каждый дом, это как раз возможность для каждого гражданина, для нас, для всех, выразить слева благодарности, что помнят о их родных». На изготовление табличек скидывались, что называется, «всем миром». Изготовлены такие памятные знаки из пластика с водонепроницаемым покрытием. Уже установлено 17 табличек на дома ветеранов в 12 деревнях района. Сейчас идет работа над изданием книги памяти. «К сожалению, на данный момент некоторых домов не сохранилось и не существует даже целых деревень. И поэтому задача второго этапа – это издание книги памяти». Пока она существует только в рукописном варианте. Местные жители ищут спонсора, чтобы сохранить навсегда имена героев-земляков. В планах и создание интерактивной доски с биографиями участников Великой Отечественной. Владлена Романова, Алексей Шемякин, Ольга Бобина, Регион 29. Сегодня в эфире нашего телеканала программа «Открытый регион». Что привлекает туристов в Архангельской области? Как выглядит региональная туристическая карта? Во сколько нашим гостям обходится средний чек? И какие услуги они получают за эти деньги? Обо всем этом поговорим со Светланой Корницкой, руководителем Туристко-информационного центра Архангельской области, и Ольгой Ижемцевой, начальником отдела туризма центра лыжного спорта «Малиновка». Мы будем работать в прямом эфире. Так что звоните по телефону 639-717, набирайте код «Архангельска-8182» и задавайте свои вопросы. Встречаемся сегодня в 19.20 сразу после автографа дня. Такие новости к этому часу. Я не прощаюсь. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова